в этот яркий солнечный день я устрою небольшое солнечное затмение сегодня будет много картинок красивых надеюсь но весна хочется вам показать нашу землю в самым ее красивым обличий вот но сначала как обычно работа над ошибками да мы с вами приближаемся к концу нашего курса то есть остались самые самые такие вкусные лекции рекомендую посетить сегодняшняя и следующая следующая последняя перед тем как перейти к самой вкусной части нашего как мне кажется нашего курса внутри плитному магматизму мы рассмотрим еще один интересный процесс геодинамическую обстановку которая называется обдукция прошлый раз мы познакомились с коллизией сейчас мы еще посмотрим что такое обдукция давайте запишем и зарисуем обдукция это такой уникальный геодинамический процесс который сейчас на земле нигде не происходит но происходило относительно недавно все мы с вами привыкли что более тяжелая океанская литосфера океаническая литосфера всегда зона субдукции тонет под более молодой океаническую литосферу или под более плавучую континентальную литосферу но в ряде случаев возможно такое совмещение обстановок такое такие удачного такое удачное истечение обстоятельств что океанская литосфера налезает заползает надвигается на континентальную литосферу и вот этот процесс называется абдукция значит абдукция это надвигание океанской коры и литосферы на континент надвигание океанической коры и литосферы на континент почему мы к этому почему мы рассматриваем этот процесс почему он привлекает внимание геологов потому что при в ходе в результате этого процесса мы можем наблюдать непосредственно в обнажениях полный разрез океанической коры и верхов литосферы по сути мантию можно посмотреть в обычных обстановках чтобы это сделать нам необходимо изобрести спускаемый аппарат опуститься на морские глубины скажем спейдинговый хребет и там посмотреть разрез в какой-нибудь трещине а здесь мы можем просто приехать на какое-то место на поверхности земли и изучить разрез океанической коры и литосферы как называются такие фрагменты океанической коры вы прекрасно знаете это афиолиты правильно значит афиолиты это фрагменты океанической коры надвинутые на континент ну а то что они являются что афиолитовая ассоциация представляет собой фрагменты океанической коры принципе об этом догадывались но вот так вот громогласно и то что называется весь мир в это поверил с наступлением тиктоники литосферных плит афиолиты были открыты где-то в середине 19 века и вот эта характерная ассоциация горных пород которую как мы сейчас понимаем слагают океанскую кору тогда называлась триада штеймана гюстер штейман очень известный немецкий геолог второй половине 19 века он наблюдал эту ассоциацию в альпах на урале и вот она долгое время называлась но сейчас кое-где называется триада штеймана что в нее входит в эту ассоциацию горных пород серпентинизированные передатиты первое второе базальты и диабазы но правильно сказать диабазы и базальт и третье глубоководные осадки но чаще всего радиолериты как мы уже знаем не трудно догадаться это по сути разрез океанской коры серпентинизированные передатиты это верхи мантии литосферная часть мантии диабазы базальты это третий второй слой коры и радиолериты первый слой осадочный слой так вот афиолиты и образуются в том числе в процессе абдукции как мы уже это поняли давайте рассмотрим три возможных варианта образования афиолитов как это может чисто механически геодинамически происходить может быть вы уже знаете эти механизмы можете их предположить давайте подумаем что может заставить но относительно тяжелую неплавучую океанскую литосферу надвинуться на континент вообразите себе это в голове можно начать самого простого нет идей вообще с другой стороны чего плохо слышу извиняюсь сейчас расскажу может совпадем но самый простой вариант мы в прошлый раз проходили коллизию коллизия столкновение двух крупных континентальных масс между которым был океан правильно между ними был океан то есть частичная кора этого литосфера этого океана может быть надвинута на континент зоне коллизии правильно так запишем зону коллизии мы с вами рассматриваем механизмы образования афиолитов остались еще два варианта значит первый вариант он такой очень интересный дело в том что наверняка вы уже встречались такой геодинамической обстановка когда спридинговый хребет подходит к сумму к зоне субдукции и в нее субдуциируют да то есть мы конечно привыкли что спридинговых ребят по середине океана по краям там субдукция да и все прекрасно но нет на земле есть обстановке где в зоне субдукции подходит спридингово камер и туда субдуцирует. Что при этом получается? Получается, что... Давайте нарисуем. Как-то так называется. Это столкновение спредингового хребта с активной континентальной окраиной. Спрединговый хребет, активная континентальная окраина. И если кинематика плит такова, что спрединговый хребет происходит медленнее, чем происходит субдукция, в этом случае спреддинговый хребет будет двигаться к зоне субдукции и в конце концов попадёт в неё, окажется в неё затянут. В этом случае эта плита субдуцирующая уйдёт под висячие крыло зоны субдукции, как я и показал, а плита, которая, вот эта левая, которая только левая плита, она здесь только образовалась, у неё ещё практически нет литосферной части. Она плавучая, лёгкая, горячая, она может быть надвинута на край континента, что я и нарисовал. Вот такой механизм. Как вы думаете, где мы будем его искать в современном мире? Куда бы вы отправились? В США? Ну, неплохо, да, можно. Ещё? Чилийско-перуанская зона субдукции, да? Чилийский жёлоб. Давайте мы тоже туда с вами отправимся. Да, кстати, ну ладно, сейчас. Вот, сейчас погашу свет, чтобы получше было видно. Южная Америка. Вот здесь есть прекрасный полуостров, который называется Тайтао. Если вам когда-нибудь доведётся побывать в Чили, заскочите сюда, пожалуйста. Очень интересное место, как говорят, но только труднодоступное относительно. Вот здесь, как вы видите, Чилийский хребет подходит к чилийско-перуанской зоне субдукции и субдуцирует в неё. Вот здесь такая более крупномасштабная врезка. Вот он виден, это чилийское поднятие, чилийский хребет, сегментированный, разбитый трансформенными разломами. Здесь хребет есть, хребет есть, а здесь его уже нет, поскольку он субдуцировал под окраину континента. И вот эта плита, в данном случае это тихоокеанская плита. Её краешек наполз на край континента, вот здесь, на полуострове Тайтао, примерно, по-моему, на 15 километров. В общем, если туда приехать, можно увидеть разрез, только что, ещё горячей, можно сказать, океанической коры, прямо вот в обнажении. Свежей-свежей коры, ещё горячей. Вот, такое интересное место. Второй, то есть третий механизм. Происходит субдукция. Энсиматическая островная дуга, то есть островная дуга, расположенная на океаническом основании, на океанической летосфере. Вследствие закрытия этого океана может произойти надвигание. То есть, когда зона субдукции, в субдукцию субдуцирует вся океанская летосфера этой плиты, энсиматическая островная дуга может испытать надвигание на пассивную континентальную окраину. Столкновение пассивной континентальной окраины с энсиматической островной дугой. Как вы понимаете, афиолиты в том и в другом случае будут разные. Во втором случае и в третьем случае строение афиолитов будет разное, поскольку они представляют разные геодинамические обстановки, разные части океана, так скажем. Кору сформированы в разных частях океана. Поэтому эти афиолиты тоже очень интересны. И такие афиолиты, их примером, являются... Вот здесь у меня есть фотография красивая. Вот это место замечательное, летнее, жаркое. Это самые известные в мире афиолиты. Они называются семаильские афиолиты. Располагаются в Амане. Ещё часто называют аманские афиолиты. Семаилские афиолиты. Не помню, мягкий знак там есть или нет. Всё время на английском встречается это название. Вот это происходит, значит, афиолиты эти образовались вот в этом месте. Аманский залив, Персидский залив, Аравийский полуостров, Евразия. Бросается в глаза, вот даже на гугл-снимки, вот это коричневое пятно среди всеобщего опустынивания, всеобщей пустыни. Вот это коричневое пятно и есть не что иное, как афиолиты. Семаильские афиолиты. Их мощность этой пластины достигает 8 километров. То есть мощность разреза океанской коры 8 километров. Только представьте себе это, насколько это интересно. А амплитуда надвигания составляет около 200 километров. То есть приехав сюда, можно 200 километров ходить и изучать разрез океанской коры и верхов литосферы. Опять же, уникальное место. Рекомендую посетить. Но опять же, очень труднодоступное, очень жаркое. Поэтому я знаю, что туда ездят только в составе какой-нибудь геологической экскурсии на какой-нибудь конференции большой. Механизм. Давайте посмотрим чуть более детально, как они образовываются. Семаильские афиолиты. Здесь у нас субдуцируют по Маннском заливе, субдуцируют, уже заканчивают свою субдукцию океанская кора Тетиса. И у нас справа есть, значит, здесь есть зона субдукции Мекран, так называемая. Вот она. Падает на северо-восток. А справа это реконструкция событий в прошлом, ну и еще в будущем, на 2 миллиона лет вперед. В прошлом это был океан Тетис. Здесь заложилась энсиматическая страна Дуга за счет того, что произошел срыв в океанской пластине, в океанической пластине. Энсиматическая страна Дуга развивалась, 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 пока не подползла к пассивной континентальной окраине и не была надвинута на нее. Но произошло это примерно 80 миллионов лет тому назад. Сейчас это выглядит вот так. Вот они, аманские афиолиты или семаильские афиолиты. Ну а через несколько миллионов лет, там, по-моему, написано, через 2 миллиона лет, это все превратится в результате коллизии в коллизионный шов, в сутуру. Ну а сейчас это выглядит вот так. Все понятно с абдукцией? Ну и еще одно место, куда я не могу вас не отправить, это гораздо более легкодоступное место. Может быть, кто-то из вас там уже был. Я все время повторяю, что геолог опытный это набор образов. Поэтому чем больше вы путешествуете, тем лучше, тем более опытным геологом вы являетесь. Поэтому вам рекомендую съездить на Кипр, как только откроются границы. И посмотреть афиолиты, которые там вполне доступны. Они, конечно, по масштабности уступают симаильским афиолитам, но по доступности они просто замечательны. Можно сейчас смотреть афиолиты, а через полчаса купаться в прекрасном море теплом. Поэтому краткий тур на Кипр, такой весенний. Я там был как раз в эти дни, примерно несколько лет назад. Очень хорошее место, крайне рекомендую. Можно взять машину и посмотреть эти афиолиты буквально за один день. Причем в очень разных таких интересных, красивых местах, в том числе и исторических. Если поедете на Кипр, обязательно в сети скачайте путеводители геологические по Кипру. Афиолиты Кипра называются Тродос, Тродос или кипрские афиолиты. И по сути, это такой национальный геопарк. Давайте посмотрим на кипрские афиолиты, чем они представлены вживую на фотографиях. Перед вами остров Кипр. Напоминаю, что он располагается в восточном Средиземноморье, там, где сейчас закрываются остатки океана Тетис. При одном взгляде на геологическую карту Кипра, обратите внимание, что Кипр не очень большой, вот эта палочка, это 25 километров, то есть поперечник его порядка 50 километров, по длинной оси он примерно 100 километров. Нас интересует вот эта часть острова, собственно, афиолитовая пластина. При взгляде на геологическую карту ваш опытный взгляд должен определить здесь такую купольную структуру. Внутри, в центре, такой замкнутый контур, и дальше эти замкнутые контуры начинают распространяться всё больше и больше. В общем, похоже на какой-то концентрический такой зональный массив. Давайте посмотрим на это дело более детально. Итак, разрез афиолитов на Кипре. Что вы там можете увидеть, если поедете туда? Начинаем сверху вниз. Да, я чуть забежал вперёд, извиняюсь. Если мы сделаем вот такой профиль, почему-то я его не взял, я извиняюсь, но неважно. Представьте, что мы построим здесь разрез, и мы увидим, что на Кипре есть гора, горный массив, как раз Тродос называется. Вот такой. И если мы начинаем двигаться, восходить в горы, то мы пересекаем разрез афиолитовой пластины сверху вниз. То есть сначала мы увидим в самом низу, в самом начале нашего путешествия мы увидим глубоководные осадки, потом подушечные лавы, потом комплекс параллельных даек, потом габра, комплекс габра, и потом уже перейдём к майтийным передатитам серпентинизированным, но они будут располагаться на самой вершине. Немножко странно, да? Казалось бы, должно быть наоборот. А здесь как раз интересный момент, что серпентинизированные передатиты, как вы знаете, они такие пластичные, да, за счёт серпентина, помните, в руках держали. И вот за счёт этой пластичности мантийный материал серпентинизированный всплыл, как соляной купол, как соль, и вот так приподнял эту пластину. Поэтому, двигаясь снизу вверх, мы пересекаем разрез сверху вниз. Итак, сверху вниз мы сначала попадаем вот в такие какие-то нелицеприятные обнажения. Я вообще не мог понять, что это такое сначала, когда мы подъезжали на машине. Но когда берёшь в руки этот материал, понимаешь, что это осадочные породы. По-английски они называются амбарс, а по-русски умбра, слышали, наверное, такой цвет, краска такая, коричневая такая. Это глубоководные, слегка метаморфизованные, может быть, даже в зеленосланцевой фации иногда, осадки, кремнистые осадки основные. Вот выглядят они так вот не очень красиво. Здесь на Кипре их не очень много. Вот это, пожалуй, такой самый представительный разрез. Там даже где-то слоисты ещё наблюдаются. Но, конечно, они деформированы, поскольку пластина надвигалась и всё это деформировалось. Едем дальше и попадаем в слой 2А. Это я снимал не в Крыму, это я снимал на Кипре. На Кипре очень много русских, поэтому всё по-русски. Поэтому пусть вас не смущают русские названия здесь. Слой 2А, комплекс базальтов в виде подушечных лав. Подушечки здесь не такие красивые, как в Крыму, допустим, они будут такие маленькие. А величина подушек позволяет нам говорить о глубоководности бассейна и о вязкости лавы. Вот так они выглядят. Примерно мощность их 300-400 метров. А дальше, поднимаясь с горы, дороги сужаются и мы попадаем в комплекс параллельных дайк. Издали он как бы не очень примечателен, но если посмотреть на него вблизи, вы увидите те самые параллельные дайки, слагающие слой 2Б океанской коры. Дайки здесь имеют мощность от метра, здесь, по-моему, вот эта метровая дайка, до буквально первых там сантиметров. В среднем составляя первые десятки сантиметров. Вот одна дайка, вот другая дайка, вот третья дайка, четвертая дайка, пятая дайка. В общем, дайк там много. Для них часто характерно то, что один контакт у них обожженный, а другой свежий. То есть, они образовывались в результате такого расклинивания. Внедрялись новые порции магмы и расклинивали предыдущие дайки. Получались такие полудайки. Дайковый комплекс немножко наклонен. По идее, они должны быть вертикальны, но он наклонен как раз из-за того, что вот этот серпетинзированный передатит мантийный, они всплыли и наклонили эту пластину вот так вот, моноклинальное поставили. Вот такое интересное обнажение. Это тоже эти параллельные дайки. Кстати, как раз вот мощная дайка, вот тоненькая дайка. Очень интересный комплекс для палеомагнитолога просто счастье. Вот. Ну а потом, поднимаясь выше, то есть, спускаясь вниз по разрезу океанской коры, мы попадаем вот в такое интересное обнажение. Я сначала тоже не понял, что это такое, но тоже берешь руки и понимаешь. Это плагиограниты. Может быть, помните, я говорил, что при выплавке базальтовой магмы из передатита мантии, которая происходит в спрединговом хребте, возможна дифференциация магмы вплоть до кислого состава. То есть, в спрединговых хребтах есть граниты, но их там просто очень мало. И вот эти граниты, вот они как раз вот так выглядят. Это плагиограниты, они такие светлые, на фоне темноцветных габбра. Вот такое обнажение. Очень плохая фотка, к сожалению, только в интернете ее нашел. Самого не получилось, дождь пошел, не видно было. Ну вот так вот разлом. Это габбра, третий слой коры. А это линза плагиогранитов, которая образовалась на стенке, вблизи стенки магматического очага. Ну и наконец, мы попадаем на вершину горного массива Тродос, которая сложена вот такими коричневыми породами. Напомню, коричневые породы мы с вами только что видели в Амане. Тоже сверху посмотрели, они коричневые. Коричневый цвет, это вот цвет выветривания ультраславных пород. Может, помните наш образец на первом курсе, дунит. Все его отличали по коричневой корочке такой, рыжей. Вот это типичный пример. Куда бы вы ни прибыли, если вы увидели такие коричневые горки, это, скорее всего, выветривание ультраславных пород. Вот эта горка, это, собственно, и есть ядро этого массива. Оно представлено серпентинизированными передатитами верхов мантии. Здесь, кстати, находится хромитовое месторождение. Вот хромитовая руда массивная, леопардовая, полощатая. Добывают ее там давно, уже не первые сотни лет. Уже, конечно, все исчерпалось, но вот можно найти такие интересные образцы. А вот это, собственно, серпентинизированные передатиты мантии. Можете видеть, что все так как бы в складочках, да, есть прожилки хризатил, азбеста беленького такие красивые. Если поближе подойти, то вот серпентинит, вот он прекрасно, отлично виден. Серпентинизированный передатит, зеркало скольжения, все это очень блестит на солнце за счет серпентина как раз, да. Вот, в общем, очень интересно. Когда говоришь детям, что они ходят по мантии земли, они, конечно, очень радуются. Верят на слово. Вот эти прожилки хризатил, азбеста, которые там везде и всюду. Ну, вот, собственно, это все, это мантия земли. Можете себе, можете ее сами пощупать и утащить камушек оттуда на память. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok